На лыжной базе состоялся традиционный всероссийский день бега кросс-нации. На спортивную дистанцию вышло 45 участников. Всего в массовых забегах в городе приняло участие около 2000 человек. Бег – основа здорового образа жизни. В этом уверены те, кто пришел на территорию лыжной базы, чтобы принять участие в традиционном всероссийском дне бега кросс-наций. Он проходит в Сарове уже в 17-й раз. На спортивной дистанции по сравнению с прошлым годом заявлено большее количество участников. Если в прошлом году было порядка 15 человек, то в этом году на спортивной дистанции заявлено 45 участников. На массовые забеги военнослужащих было тоже очень много. Это порядка 300 человек. И также на забеги школьников, студентов и всех желающих – это около 2000. В спортивных забегах на дистанции 4, 8 и 12 километров участвовали горожане самого разного возраста. Самому младшему – 15 лет, а самому старшему – за 60. Все участники стартовали вместе. Один круг равнялся 4 километрам. Те, кто бежал максимальную дистанцию, преодолели 3 круга. Позже на старт вышли студенты саровских вузов и школьники 5-11 классов. Для участия в массовом забеге на 2 километра. Ранее такую же дистанцию преодолели и саровские военнослужащие. После финиша участники не стеснялись делиться впечатлениями. Занимаюсь много лет спортом, я люблю бегать. Я бежал сегодня, я волновалась сегодня, но бегал изо всех сил. Старался занять какое-нибудь хорошее место, но я думаю, этого не хватило. Да, я сам началом бежал третьим, отстал я. И я занял место где-то шестым, я, наверное. В кроссе нации участвуют не только любители, но и профессионалы. Так, в спортивном забеге приняли участие представители сборной команды Нижегородской области по лыжным гонкам. Сейчас они проходят сбор в нашем городе, и дополнительная практика никогда не бывает лишней. Для большинства участников забегов спорт – неотъемлемая часть жизни. Я сегодня бежала 8 километров в спортивная дистанция. Ну, бежала быстро, 4,45 – средний темп, но бежать было тяжело, потому что жарко. Жарко и песок, и горка. Я занимаюсь уже где-то лет 9 бегом, бегом на длинные дистанции, марафонским бегом. Мне в жизни это очень помогает. Помогает отдохнуть от работы, от сидячей, помогает в психологическом плане. И я уже как-то не представляю свою жизнь без бега. По окончании соревнований все участники получили призы и памятные сувениры. Секция спортивного страйкбола при Саровском центре военно-патриотического воспитания приглашает на занятия детей с 14 лет. Занятия развивают у ребят грамотное мышление, ориентирование в пространстве и физические качества. С 2018 года страйкбол – официальный вид спорта в России. Это командная военно-тактическая игра с применением специально разработанного пневматического оружия. Вид спорта молодой, поэтому команд пока что немного. Саровский коллектив – один из сильнейших в Нижегородском регионе. Он стабильно занимает первые места на областном уровне в течение последних лет. Страйкбол – это в первую очередь тактика, то есть это грамотное, оперативное, быстрое, точное мышление, ориентирование в пространстве, ориентирование в ситуации, ну и, конечно, физическая форма. Поэтому все это нужно в комплексе, все это надо вместе развивать. Недавно в Санкт-Петербурге прошел первый в истории чемпионат России по страйкболу. В состязаниях принимали участие спортсмены до 18 лет. Для участия было необходимо пройти отбор на областном уровне. Таким образом, трое саровчан одержали победу и квалифицировались на первенство страны. Противники, конечно, ощущались, но мы заняли свое заслуженное место в соответствующей нашей подготовке. Противники были подготовлены тоже неплохо, но всем нам есть куда стремиться. Поэтому противникам своим я желаю дальнейшего роста карьерного. Ну и нашим командам, соответственно, тоже. Впечатления прям отличные, хорошие. Мне нравится этот вид спорта. Там адреналин, попадаешь в соперников, откаты всякие. На всероссийском первенстве ребята столкнулись с более серьезной конкуренцией, но с честью справились с трудностями. Результат – бронза в двух номинациях. Участвовали пять регионов, включая нас. Также Москва, Питер, Челябинск и Сахалин. Мы участвовали в двух категориях. Четыре на четыре, где мы выступали втроем. И в два на два. В обоих номинациях мы заняли третье место. Ребята получили ценный опыт для дальнейшего спортивного прогресса. Дополнительным испытанием стала коммуникация с тренером. Из-за недостаточного финансирования он не смог поехать на сестра вместе с командой. В перерывах соревнований команда поддерживала связь с наставником через мессенджеры. Не всегда получается сопровождать команду. Хотелось бы, конечно, каждый раз присутствовать. Но все у нас упирается, как всегда, в финансирование. Финансирование молодого вида спорта, оно не слишком развито у нас в стране вообще, в общем. Не только у нас в регионе. Поэтому исходим из возможностей. Огромное спасибо нашему тренеру Илье Алексеевичу. У нас прям тренируют, вкладываются у нас. Без его помощи мы бы точно не выиграли. Сейчас в секцию страйкбола открыт набор юниоров от 14 до 17 лет. По всем вопросам пишите в группу ВКонтакте «Центр военно-патриотического воспитания». Музею военно-исторической миниатюры 6 лет. За эти годы коллекция пополнилась диорамой Бородинского сражения. Множеством фигурок, исторических деятелей и войск разных стран и эпох. Мешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Диорама Бородинского сражения – центральная экспозиция музея военно-исторической миниатюры. Вячеслав Лопашов собирал ее 33 года. У основателя музея уже давно была большая коллекция солдатиков. Она обновлялась и пополнялась. Со временем фигурок стало так много, что появилась идея создать отдельный музей. Он был открыт 6 лет назад, когда Вячеслав только пришел работать в Центр внешкольной работы. Музеев такого направления в нашей стране немного. Ведь обычно фигурки хранятся в частных коллекциях. Здесь мы можем увидеть века, мы можем увидеть полководцев, мы можем увидеть руководителей государств, государей, королей, ярлов и прочих царей. То есть это у нас все есть. Ну и не все, конечно, все охватить невозможно, да и ни к чему. Но Александр Македонский у нас точно есть, Петр Первый, Николай, Владимир Ильич Ленин. На стендах музея античные герои уживаются с участниками Великой Отечественной войны. Наполеон и Кутузов, средневековые рыцари и мушкетеры Людовика XIII, советские танкисты и египетские фараоны. Место нашлось всем. Одна из последних экспозиций – Донбасс. В стенах музея игрушка – это не просто красивое изделие, но еще и средство обучения. Маленькая миниатюрка, еще встроенная в какую-то диораму, она может рассказать людям гораздо больше, чем мы просто будем показывать даже фильм. Если даже придя сюда, мы можем посмотреть, а как его взяла Жанна Дарка, да никто не знает. Знает, потому что она у нас есть. То есть маленький человечек, вот даже вот 72-й масштаб, ну что там, 2 сантиметра размером, ну совсем маленький человечек, но он рассказывает так о многом. Мы можем его посмотреть, как одет, во что одет, из какой страны даже, из какого города. При музее действует военно-исторический клуб победителя. Ребята участвуют в реконструкциях, а также в общественных мероприятиях, связанных с историческими датами. Например, 12 октября в Арзамасе планируется пеший марш, посвященный нижегородскому ополчению периода войны 1812 года. Мы участвуем также в разных мероприятиях. Например, 9 мая, как я и сказал, мы на параде ходим, машируем. Вот я и еще один мой друг, мы на параде были как военные корреспонденты, снимали, как маршируют люди. В музей я стараюсь ходить часто, по мере возможностей. Нас обучают, вот, вводят историю Вячеслава и рассказывают, так как очень интересно, чтобы мы что-то помнили. В музее дети узнают об истории той или иной эпохи, которую символизирует конкретная фигурка. Кроме того, многие ученики уже сами переносят в музей солдатиков. Коллекция обновляется и расширяется. Сюда я хожу уже в течение двух лет. Сейчас уже пошел третий год. С 2022 года я сюда пришла. Меня просто позвали, говорят, хочешь пойти маршировать? Я говорю, хочу, мне это интересно. И как-то само застянулось. Одна из интереснейших лекций, которая мне понравилась, это про блокаду Ленинграда. И даже нам показывали фильм, как это все происходило. Меня даже пробило на слезу, потому что это очень трогательное событие, очень драматичное, очень жалко людей. Прийти в музей военно-исторической миниатюры и приобщиться к мировой истории может любой желающий. Здесь всегда рады новым посетителям. Субтитры подогнал «Симон»!